Как Литва победила Русь? Поражение союзной армии монголов и русских примогильно. Орда не только ставила условиям выплату дани от покоренных народов, но и по первому зову. Те должны были предоставлять своей армии для походов хана. Неповиновение каралось смертью, как произошло с енисейскими кыргызами, которых истребили и переселили. Поэтому на Хорезм в войске монголов шли китайцы и кыргызы. На Грузию напали сначала персидские и харезмские копейщики в авангарде войска кочевников, а в Польше и Венгрии хронисты с неприязнью отметили православные стяги русских дружин рядом с ордынскими бунчуками. Но с другой стороны, Орда давала и защиту, а также возможность нанимать ее отдельных князей для войн с соседями на денежной или иной основе. Уже в первые годы Иго многие русские княжества стали привлекать татар для внутренних конфликтов. Зачастую это решало исход противостояния быстро и надежно. Три русских князя замыслили поход на западного соседа, еще слабую и плохо вооруженную Литву, войско под руководством Святослава Киевского, Льва Владимирского и Дмитрия Друдского выступило на запад. Кроме того, они наняли большой отряд татар для максимального удара. Примерно в 1235 году союзное войско вступило в окрестности нынешнего Минска, где на реке Неман у деревни Могильно они встретились с войсками противника. 1235 год, может быть и 1200 и 1280. В разных источниках разные даты и никто не знает точную дату битвы. Известно лишь участие князей, монголо-татар и место. Литвой тогда правил почти мифический персонаж князь Рингольд. Отец прославленного Медовга, он уже знал, что Русь и Литва жили между собой крайне воинственно. Ведь еще Ярослав мудрый впервые вторгся в литовские земли, а затем уже сами литовцы неоднократно делали набеги на восток. И собравшись все трое со своими полками, пошли против великого князя Рыгольда. И взяли те князья русские на помощь себе от царя Заволжского несколько тысяч татар. И князь великий Рынгольд встретил их на реке Немане у Могильно, и был с ними бой лютый, и бились между собой очень крепко, начав рано утром и до самого вечера. И помог бог великому князю Рынгольду, который разгромил князей русских и всю силу их, и орду татарскую на голову. И сам, одержав победу, с большим весельем, добыв золото и серебро, и много сокровищ, возвратился в Освояси и жил много лет и умер, а после себя оставил на новогрудском княжении своего сына Миндовга. Ничего не известно о самой битве. Более того, она не встречается в русских летописях и известна только из белорусских, польских и литовских сказаний. Пишут, что Рынгольд воевал с войском татар. Именно их, а не русских, ставят на первое место. И одержал сокрушительную победу над сорокатысячным войском противника. После чего, с многочисленными трофеями, он вернулся в новогрудок, где и передал престол сына. Почему эта битва важна? Литве удалось не просто победить татар, что само по себе почетно и до чего Русь дойдет только через сотню лет, а остановить наступление на свои земли. Именно окраины этих областей станут Литвой Миндаугаса. Ядром территории, откуда будет расширяться Литовское княжество. Земли Западной Руси они заполучат и еще больше, когда расправятся с галлицкими князьями, и уже ни Орда, ни другие русские княжества помешать этому не смогут. Эта забытая битва была символом очень больших перемен на карте Восточной Европы. Впервые побеждены татары. Никому неизвестное княжество вдруг стало внушительной силой. Пустота на западе земель бывшей Киевской Руси стала заполняться новым лидером региона. Литва положила начало своим победам над татарскими войсками, которых будет еще несколько, и это в то время, как Русь в ужасе трепетала от одного имени татар. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии.